Это кадры августа прошлого года, когда перед началом учебного года в детско-стоматологической поликлинике были немалые очереди. Соответственно, проблему нужно было решать. Именно поэтому управлением здравоохранения были предприняты определенные шаги. Для того, чтобы снизить нагрузку на детскую стоматологическую поликлинику, особенно во время прохождения профилактических осмотров к учебному году, было принято решение подростка в возрасте 15-17 лет закрепить на обслуживание за взрослыми стоматологическими поликлиниками. Это позволило снизить нагрузку на детскую поликлинику. И в данный момент подростки с 15 до 17 лет обслуживаются на базе нашей Брестской стоматологической поликлиники, а также филиала номер 2, который расположен по улице Гаврилова. В этом году вопрос не теряет своей актуальности. А все потому, что, во-первых, количество новых пациентов растет, поэтому зачастую взять талон на прием становится проблемой. Во-вторых, большинство родителей откладывают поход к стоматологу на потом, не думая или не предполагая, что конец лет и начало осени для стоматологов априори напряженный период. Хотелось бы, наверное, напомнить, что по существующим требованиям прохождение профилактического осмотра, оно не привязывается непосредственно к 1 сентября. Оно привязано к дате рождения ребенка. То есть, если ребенок родился, день рождения у него в октябре, то совсем не обязательно проходить к 1 сентября. Сегодня Брестская стоматологическая поликлиника – современное учреждение. С просторными коридорами и кабинетами, с лучшей техникой, с врачами-профессионалами, с богатым опытом и квалификацией, которые могут предложить адекватное, а главное – безболезненное решение почти любой проблемы с зубами. И, конечно же, найти подход к детям. Проверять зубки деткам очень важно и необходимо в раннем возрасте. Желательно посещать стоматолога раз в полгода. Необходимо, наверное, проводить какую-то предварительную беседу с ребенком, чтобы успокоить его, чтобы показать, что это вообще не страшно, что не нужно бояться стоматолога. Большинство скажет, если зубы не болят, то зачем тратить свое время, а иногда и деньги на поход к врачу. Да и страх перед стоматологами у некоторых достаточно силен. Тем не менее, именно регулярное посещение стоматолога поможет избежать неприятных ощущений, связанных с лечением зубов. Ведь главная цель посещения стоматолога, если у вас не болят зубы, это профилактика. Лучше почаще попадать к стоматологу, для того, чтобы избежать каких-то серьезных негативных последствий. Потому что тот же кариес легче полечить на какой-то начальной стадии, чем когда он уже перейдет в воспаление пульпы или воспаление тканей вокруг зуба. Это уже будет все намного сложнее. Поэтому регулярные визиты особенно важны. Не реже двух раз в год. Это аксиома. Все знают. Осталось только это выполнять.